Космос. Кажется, он тянется бесконечно. Но когда добираешься до края, ты видишь Нептун. Итак, сегодня мы отправляемся к Нептуну, узнаем, какие тайны скрывает эта планета или ничего не скрывает, как ее исследовали и дальнейшая перспектива в ее изучении и, может быть, колонизации. Начнем, как обычно, с истории изучения Нептуна. Нептун стал первой планетой, обнаруженной благодаря математическим расчетам, а не наблюдениям. Астрономы заметили, что орбита Урана отклоняется в прогнозах и предположили существование неизвестной планеты, гравитация которой вызывает эти колебания. Французский математик Урбен Левертье и британский ученый Джон Адамс независимо рассчитали положение новой планеты. 23 сентября 1846 года немецкий астроном Иоганн Галле подтвердил эти расчеты, наблюдая Нептун телескоп в Берлинской обсерватории. Галле в своем письме к Левертье предложил для новой планеты название Янус. Это соответствовало принятое у астрономов традиции, когда название новому объекту давал его первооткрывать. Однако, в этом случае ситуация была иной. Мировое научное сообщество расценивало открытие новой планеты как заслугу Левертье, поэтому дали ему право придумать название. И Левертье предложил свое название Нептун, но потом внезапно передумал и предложил назвать планету в свою честь Левертье. В Англии же предложили другое название Океан. В России же отдали предпочтение названию Нептун. Это название получило поддержку и за ее пределами и вскоре стало общепринятым международным наименованием планеты. После открытия Нептун долгое время оставался туманным объектом даже для лучших телескопов 19 века. Ученые лишь выяснили, что это газовый гигант с плотной атмосферой, состоящий в основном из водорода, гелия и метана, который придает планете характерный синий цвет. Настоящий прорыв изучения Нептуна произошел, когда космический аппарат Voyager 2 пролетел мимо планеты в 1989 году. Это единственный визит к Нептуну открыл человечеству много новой информации. Теперь же Нептун изучают с помощью телескопов на Земле и в космосе, таких как Хаббл и Джеймс Уэр, который уже успел отметиться прекрасными снимками Нептуна. Однако давайте подробнее остановимся на том, что же нам сейчас известно о планете. Нептун – одна из самых холодных планет Солнечной системы. Температура там падает до минус 214 градусов. Размеры планеты также впечатляют. Нептун в 4 раза шире Земли, а по массе тяжелее в 17 раз. Год на Нептуне длится 165 земных лет. Это значит, что с момента его открытия в 1846 году он совершил только один оборот вокруг Солнца в 2011. В следующий раз это будет в 2176 году. На Нептуне дуют самые сильные ветры в Солнечной системе. Представьте себе бурю, скорость которой превышает 2000 км в час. Например, на Земле самый сильный зафиксированный ветер был 408 км в час на острове возле Австралии. До недавнего времени также там было большое темное пятно, по аналогии с красным пятном на Юпитере. Это гигантский шторм, который заметили на планете. Но со временем пятно исчезло. В 1994 году Хаббл уже не обнаружил это пятно. Нептун окружен тонкими кольцами из льда и пыли. У Нептуна 14 спутник, но самый необычный из них – Тритон. Он вращается против направления вращения Нептуна. При этом Тритон можно назвать полноценной планетой. Его диаметр составляет 2700 км. Это крупнейший спутник Нептуна и один из крупнейших в Солнечной системе. Температура на поверхности подстать Нептуну – минус 235 градусов по Цельсию. Но самое интересное, что Тритон, вероятно, не сформировался рядом с Нептуном. У ученых есть предположение, что он пришел из пояса Койпера – области за орбитой Нептуна, полной ледяных тел. Когда Тритон оказался слишком близко к планете, ее гравитация захватила его. Также, несмотря на холод, на его поверхности были замечены триовулканы, которые выбрасывают струи азота и метана. Это говорит о том, что под поверхностью спутника могут быть жидкие слои. Это делает Тритон потенциальным кандидатом на наличие микробной жизни. Хотя атмосфера Тритона очень тонкая и состоит в основном из азота, она все же уникальна. Ветер на спутнике переносит азотный лед, создавая необычные пейзажи и изменяющуюся поверхность. Однако давайте поговорим о перспективах изучения Нептуна и возможной колонизации. Или невозможной. На сегодняшний день его изучал только один космический аппарат – Voyager 2 в 1989 году. Однако что там по новым миссиям? И их нет. Ну не совсем, конечно. Планировалась миссия Trident, но ее отменили. Также сейчас на этапе планирования IGM от Европейского космического агентства и НАСА. Ее цель – изучение атмосферы Нептуна, его ветров, исследование магнитосферы и внутренней структуры, возможный спусковой аппарат для анализа атмосферы Нептуна. Однако это все без сроков. И последний проект – телескоп Львуар. Или как это произносится. Его планируют запустить в 2039 году, и его миссия – это не только изучение Нептуна, но и других тел Солнечной системы. И не только Солнечной. Как мы видим, не очень-то человечество стремится изучать Нептун. Но что же насчет перспектив колонизации Нептуна? Вопрос странный, так как сложностей больше, чем решений. Что же мешает? В принципе, все – температура, атмосфера и давление. Да и сам Нептун является газовым гигантом, без твердой поверхности. Но даже если посадка невозможна, это не значит, что Нептун бесполезен. Например, колонии могут быть распрощены в верхних слоях атмосферы Нептуна, где давление и температура более стабильны. Такие базы могли бы использовать водород и гелий для генерации энергии. Да и спутник Нептуна Тритон имеет твердую поверхность. И, возможно, Подземный океан. Он мог бы стать отличной стартовой площадкой для изучения планеты. Однако есть вопрос – зачем? Колонизация объектов вроде Нептуна помогает человечеству решать границы своего присутствия во Вселенной. Она создает технологии, которые однажды позволят нам пересекать межзвездные расстояния. Но это не точно. Ты, по-моему, перепутал. То есть это все на перспективу и на текущий момент нецелесообразно. Увы. Тяжело. Тяжело. На такой позитивной ноте мы закончим наш рассказ про планету Нептун. Не забудьте поставить лайк, оформить подписку на канал и оставить комментарий. Это помогает в продвижении. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok